Первое, вы должны для себя сформулировать желание, что вы хотите от Вселенной. Прежде чем делать обряд, нужно отправить пожелание в космос. Запрос в Вселенную. Запрос в Вселенную. Отправили. Хорошо. Воробьёва, говори первые слова. Давай, я тебе больше не мешаю. Даю тебе слово. Всё, даю. Давай, говори. Андрей, тебе выставляли микрофон. Сейчас несколько минут. Ну и ладно. Понимаешь, а ты первым делом давай его крутить, вертеть, двигать и вот это всё. Я же уже, понимаешь, я уже человек, который много работает. У меня уже появился этот, я лучше знаю. Я захожу на площадку, это неправильно. Вот это вот сюда, это вот так. Всё, теперь хорошо. Теперь будет прекрасно. Подожди, я ещё камеры не переставляю. Так, мы до этого дойдём, я почти уверен. В принципе, да. Я думаю, что дойдём. То есть Дима их выставляет? Да, да. Хорошо. А это вот туда подвинь, здесь, и там выстави другое, там вот это всё. Ты будешь выходить такой, знаешь, смотреть в камеру. Нет, планчик не очень. Нет, нет, несомненно, не сомненно планчик. Да, что-то ты... Будет сегодня про планчик, кстати, у нас в Блице новость. Давай, короче, начинай передачу так. Ты что такой отвратительно загорел, Андрей? Да я из отпуска вернулся. Представляешь, как будет неприятно, видимо, смотреть на тебя? Ай, блин, это жалко, что этот выпуск ещё летом выйдет. Надо было, конечно, его на осень отложить. Ну, знаешь, я, кстати, когда приезжаю из отпуска, все какие-нибудь популяризации начинаются. В позапрошлом году я записывал короткие шорты с новостями для N1, вот тоже сразу после отпуска загорелый. Ну, хорошо, ладно. Знаешь, честно говоря, когда я вот эту новость отбирала, я думаю, блин, как же круто. А потом, когда я уже готовилась к программе, я обнаружила, как они это выяснили. Значит, итогу... А, Андрей, конечно, да, да. Нет, ну ты прочитай... Вот давай. Давай, давай. Ты прочитай новость, дальше мы дадим паузу нашим слушателям. Они как бы попытаются догадаться, сформулируют в голове, или там будет даже напишут, поставят на паузу, таки пишут, пусть в комментариях, что они ожидают быть в этой новости, а потом себя проверят. Давай, читай. Муравьи ампутировали сородичем поврежденные ноги. Ранее считалось, что ампутацию в медицинских целях проводят только люди. Разумеется. Я думала, они за ними наблюдали. Конечно, наблюдали. И наблюдали тоже. Перед этим отрезаем ноги. Я надеюсь, кто-то поставил на паузу. Значит, очень хорошая новость, очень интересно. Во-первых, там это вот... Знаешь, это хорошо, когда задача поставлена и полностью решена. Значит, что известно про муравьев? Муравьи, на самом деле, заботятся о сородичах. Они не бросают их, где попало. Если там, например, сравнить легкое ранение, то они могут сородичью тащить обратно в муравейник, обработать ему раны. Это было у других видов известно. И все понятно. Там обработан раны, заживет и снова в строй. Соответственно, тот факт, что они могут что-то там ампутировать, это новое поведение. Раньше этого не было известно. Вообще, тот факт, что они могут утащить легко раненого с поля боя, ну или там откуда-нибудь, обработать ему раны, обработать раны, нифига себе. Так они обрабатывают раны, ну как, у тебя есть вот эти секреции твоих желез, ты ими все обрабатываешь. Знаешь, такой универсальный, это как вот этот, как он называется, брызгают им... Санитайзер? Нет, 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 нет. Постоянно покупаешь им, все брызгаешь, и раны можно обрабатывать, и стекло помыть, ну, короче. Да, а как? Мирместин. Ну, как мирместин, то же самое у тебя, секреции желез. Надо что-то обработать. И раны обработать, и окна помыть. И склеить, и окна помыть, там, построить муравейник. У тебя все, все есть. Универсальный, универсальная штукенция. Поэтому нормально, это неудивительно. Вот про ампутацию интересно. Про ампутацию интересно, потому что что там выяснилось? Выяснилось, что на самом деле важно, ранение где произошло. Там есть нога муравья, рук у него нет. Спасибо, хоть руки не отрезали. Только ноги. Я сейчас подумал, что все муравьи, они без руки. Прикинь, как. Ну, либо это руки, а они просто без ноги. Без ноги. А помнишь, у нас была новость, что у осьминогов выяснилось, что у них все-таки что-то типа четыре ноги, две руки, или наоборот четыре руки, две ноги. И что там они не одинаково все восемь свои эти щупылицы используют, и там есть разделение. Поэтому вот. Итак, что выяснилось? Значит, ученые наблюдали, они замечали, что обнаружили вот у этих муравьев этот вид, как-то он там по-латински называется. Да, он очень смешно. Он еще муравьи-древоточцы. Да, древоточцы. Да, да, да. Ну, короче, вот эти муравьи, вот вы услышали, как это правильно говорится, от воробьевы? Флориданус. Флориданус. А чувствуется, отдохну, слово Флориданус смешит, да? Их не смешит, потому что они усталые. Да и воробьев так чисто улыбается, потому что передается ей мое веселье. Дурачок, как он сидит, ржет тут, значит. Флориданус. Ой, я представляю, как ты не будешь ржать над некоторыми другими словами в других новостях. Там есть одно слово, да, хорошее. И в чем обнаружили, что они иногда могут, они обрабатывают раны, а иногда могут перекусить и откусить ногу муравью, и потом оставляют этого муравья без внимания, как будто типа, ну, все, все сделано. Значит, забегая вперед сразу, начнем с объяснения, потому что мы обычно новость рассказываем так же, как она пишется, да. Почему это делается? Потому что нога муравья устроена бедро и голень неравномерно по сравнению с человеком, так же, как у человека. В бедре очень много мышц, повреждения бедра, и в случае, если рана заражается, они живут, эти муравьи-древоточцы, в среде, где рана заражается с вероятностью 100%, практически, поэтому они… Можно сразу рассматривать, что рана заражена. Короче, то есть, если заражается бедро, то оно медленнее проводит в кровоток? Да, бедро заражается медленнее, потому что там много мышц, оно медленно попадает в кровоток, у них только у них не кровь, у них там вот эта штука, которая по-другому называется. Вот. А если голень, то там есть полости, там быстро попадают в кровоток, поэтому ранение, зараженное голень, оно более опасно. Поэтому, как выглядит стратегия защиты? То есть, муравьи, если видят зараженную голень, они облизывают ее, ну, то же самое, используют эту универсальную свою штуку, чтобы обеззаразить и дальше надеяться на лучшее, что, типа, не перешло. Если же они видят рану, существенную рану бедра, то они отгрызают, не давая распространяться заражению по телу муравья. Значит, выяснилось, что эта стратегия действительно помогает, что после ампутации муравьи выживают. Вот. Это первое. Второе. Выяснилось, что на самом деле муравьи не различают зараженные, не зараженные раны. Как я уже сказал, это из-за того, что в той среде, в которой они обитают, там это все, скорее всего, 100% зараженное. Вот. И как это выяснили, ну, вот как вот воробьев не нравится, как обычно, набрали муравьев, кому-то из них там наделали ранок, кому-то ноги наотрезали, потом где-то взяли раны зараженные, где-то не зараженные, разделили все на группы, потом вот подождали, пока те заболеют и умрут, потом, соответственно, ну, те, которым не помогали, у которых раны заражены. Вот. Потом, соответственно, пересадили к товарищам, товарищи обработали, посмотрели. Оказалось, что, да, действительно, ампутация помогает выжить, несмотря даже на то, что это сделано руками человека или сделано руками муравья. Руками муравья, хорошо. Руками муравья, ну, там не руками, они отгрызают. Вот. Вот такая вот история. Муравьи ампутируют свои эти конечности своим товарищам. В общем, вот такая классная история. То есть, если заражение в голени, то они просто не успеют ампутировать, и поэтому они пытаются продезинфицировать. Да. Но почему-то, смотри, это как бы, ты пытаешься… У них свои ценности, муравьи. Муравьи живут по своим правилам, они живут многие годы по этим правилам. Муравьиная философия. Кто мы такие, чтобы эти правила ставить под сомнение? И вот в их, вот в этой вот выработанной годами процедуре… Веками. Веками. У них вот устав такой. Устав, устав. Ранение в голень отгрызаем, ранение в бедро отгрызаем, ранение в голень обрабатываем. Понимаешь? Вот. Поэтому вот такая вот замечательная новость. Ну, чтобы вы знали, вы же понимаете, что люди, которые проводили это исследование, это те самые люди, которые отрезали муравьям ноги. Гемолимфа она называется, не кровь. Давай, дальше. Пузыри эросита действительно оказались пузырями. Пошли дальше. Пузыри оказались пузырями, исходят из центральной зоны, зоны млечных пути. Как пелась в Великой Песне Павла Оли, пузыри остаются пузырями, пузыря не спрячешься широкими штанами. Вот. Вообще тут очень много отсылок сейчас было в рамках одной фразы. Так вот, пузыри. Пузыри, да. Пузыри. Оказались пузырями. Оказались пузырями. Значит, есть межзвездное вещество, оно с преимуществом газ, пыль и все прочее, что там болтается, и это вещество ведет себя, соответственно, законом физическим, и там, посреди прочего, могут образовываться полости. Да, вот, например, если происходит какой-то выброс, например, джета или чего-то такого, это вот когда у тебя черная дыра поглощает материю, черная дыра вращается, эта материя наматывается на дыру, и так получается, что в точке, которая, соответственно, оси вращения, да, то есть как бы в полюсе, у тебя часть материи с черной дыры соскакивает, ну, с поверхности вот она наматывается, 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 и здесь оно как бы слетает. И она слетает, так как у тебя… Похоже на сахарную вату. На сахарную вату, ну, не знаю, смутно себе представить, чтобы сахарная вата улетала в космос, как бы в виде струи огромного… Ну, в смысле в космос, ну почему? Просто вот там вот, где на конце палочки, она как бы не за что уже зацепиться, она слетает. А, видишь, какие у тебя прекрасные примеры. Сахарная вата. Хорошо, вот как сахарная вата. И она слетает, и у тебя происходит выброс, это мощная струя выстреливает в космос, там улетает, и, соответственно, например, если у тебя на пути что-то облака газа, то вполне возможно произойдет столкновение, или какие-нибудь ударные волны и прочее. Вот. В чем проблема наблюдения любой штуки в космосе? Ты на самом деле не знаешь, далеко она или нет. Когда-то, когда Герберт Уэллс писал свои фантастические романы, считалось, что, в общем-то, люди считали, что космос сильно меньше. Да, изначально они думали, ну что тут… Что-то вокруг нас тут, недалеко. Что-то вокруг нас, да. Ну, то есть, когда, ну, как бы они в их представлении какая-нибудь туманность, это вот, ну, там, сравнительно недалеко была туманность. Они не могли представить, что это галактика еще какая-то там в миллиардах, миллиардах святых лет. Космос оказался сильно более пустой, чем нам казалось. Вот. И поэтому потом выясняется, что ты, как бы, когда у тебя появляется способ проверить твои идеи, да, выясняется, что там красное смещение, выясняется, что что-то далеко, что-то близкое и прочее, прочее, прочее. Так и здесь. Ты видишь пузырь. Что ты видишь? Ты видишь какую-то, ну, вот, темную штуковину. Варианты самые разнообразные. Возможно, это огромная структура где-то в космосе. Возможно, просто на твоем телескопе пятно. Ну, то есть, ты тоже его увидишь как открытие, да? Такой, вау, космос. А вот там, когда мыли, может, палец, след оставили. Да, просто звезда смерти. Например. Вот. И, соответственно, вот ты хочешь это как-то выяснить. Как очень простое исследование. Очень простое. Сначала ты моешь телескоп. Сначала ты, да, ты, вот, именно, Воробьева, ты уже настолько преисполнилась наукой, что ты уже рассуждаешь как ученый. Ты просто берешь все гипотезы и начинаешь их отмывать. Отмывать. Отметать. Ну, первое. Возможно, это что-то на телескопе. Проверила. Нет, не на телескопе. Артефакт, не артефакт. Ну, это они, конечно, сделали. Это мы и так шутим. Не то, что ученые. Такие, типа, ой, это был немытый телескоп. Знаешь, как в комментариях люди иногда пишут такие, в космос нельзя летать, потому что из-за радиации. Все такие, а, точно, блин. Илон Маск говорит, твою мать. Что же мне никто про радиацию не рассказал? Я уже ракету построил. Вот. И поэтому здесь как будто они проверили. Все, все работает. Вот. Была идея, что это какие-то структуры поближе. Ну, и для того, чтобы, как ни странно, понять, что это структуры подальше, неплохо бы понять, какие эти структуры. Потому что ты себе представляешь, что ты, когда смотришь на картинку, ты видишь плоскую картинку, а пузыри, они в космосе, они там вот так вот розетованы во все стороны. Розетована? Розетована. Розетована. Ну, еразета и розетована. Розетована. Розетована – это типа... Вот это вот? Нет, это теща розетты. Ну помни, что мы... Розетована. Тогда она будет Розетовна. А ты сказала Розетовна. Розетовна. Ну, это фамилия. Ну, может быть. Вот. Розетовна Каменевна. Вот. Вот. Такие вот шутейки у нас сегодня хорошие. Андрей из отпуска вышел, смотрите-ка, шутит. Шутит. И потом ещё... Шутки для людей с IQ 300. Напишите в комментариях, если они вам показались смешные. О, боже мой. Это ты говорил, да, что как можно спалиться шуткой, что тебе не 41, а 53? Это сейчас... Хорошо, ладно. Нет, это другое. Люди услышат, что это шутки для умных. Они такие, да, да, конечно, я понял эту шутку. И напишут, каждый напишет в комментариях, я понял эту шутку, да. Не надо. Смешно. У нас с тобой очень умная аудитория. Смешно. Да, конечно. Но тщеславие, знаешь, хорошо тем, что, во-первых, лучший из грехов, как говаривал Аль Пачино в роли дьявола. Это мой любимый, да. Вот, а во-вторых, действует на всех. То есть, это как с лестью. Когда тебя начинают тщеславие наглаживать, даже в глаза глядя, ты понимаешь, что человек врет, а ты не хочешь восстанавливаться. Хорошо, как вообще. Давай, давай, да. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, немножко, немножко. За ушком еще почесать. Вот. Класс. Так вот, что они сделали. Они построили математическую модель пузырей и продемонстрировали, что если ты можешь эти пузыри разместить так, в центре млечного пути, что при наблюдении получаешь нужную картинку. Это, на самом деле, нетривиальное утверждение, потому что у тебя есть трехмерная структура пузырей, ты не понимаешь, как она на самом деле устроена, поэтому ты ее прикидываешь из каких-то математических соображений, потом ты расположил, грубо говоря, вектора этих пузырей, как они раздуваются таким образом относительно вектора Земли, и говоришь, вот, картинка похожа. То есть, очень хорошее исследование, это действительно, типа, такое теоретическое моделирование, которое покажет, что, скорее всего, эти структуры являются именно пузырями, потому что иначе, это прикол, у тебя есть какие-то близкие структуры, которые вот так расположены, что очень-очень напоминают корректно выстроенные структуры в центре большого пути. Но такое может быть, потому что вот люди, которые вот всякие там верят, что Земле 7 тысяч лет, они обычно говорят, что, типа, эти кости динозавр их специально закопали, чтобы, ну, нас смущать. Поэтому там вполне возможно, что кто-то специально повесил такую штуку, такой, ха, прикол, они будут наблюдать и думать, что эта штука далеко, а она вот, на самом деле, здесь, прямо на небесной тверде. Давай дальше. Класс. А чего внутри пузыря мы не знаем? Да это просто пузырь. В смысле? Он интересен исключением тем, что это след какого-то, как я сказал, процесса. У тебя вот у чёрной дыры там какой-то выброс, а тут у тебя в центре млечного пути есть какие-то прикольные пузыри, явно они образовались в результате процесса. Сейчас мы сначала поймём, что это пузыри, а потом что-то, гадайте, как они появились. Подожди, надо сначала убедиться, что они есть. Ну, то есть, интересно, они выглядят как… Как пузыри. Ну, пузыри мыльные, например, они переливаются. Ой, ты сразу про мыльные. Я-то сразу подумал про этот вот, у рыбы, как он называется там. Смотри, когда рыбу разделываешь? Ну, пучевой пузырь, не знаю. Нет, ничего, ты достаёшь вот этот вот, который, с помощью которого она плавает, который воздух, он такой шлёпаешь. А-а-а. Он такой вот, он очень похожий к себе. Да? Хорошо. Ну, давай так же. Всё понятно. Давай про магию поговорим тогда. Наконец-то, ребята, наконец-то в нашей научной передаче появляются нормальные новости. Не всё это вот, знаете, проплаченная вот этими вот рептилоидами хрень, да, что это радиация, там, молекулы, атомы, микробы. К корням. Давай. У нас, кстати, был магический угол, а вот теперь у нас есть доказательства, что коренные австралийцы колдовали в пещере примерно 12 тысяч лет назад. Плюс-минус. По-видимому, они нашли, в смысле учёный, свидетельство обряда. Наконец-то. Итак, записывайте. Что нужно? Что? Что? Там есть один… Вы не поверите, но это отсылка к тому, как эти обезьяны ищут этих, термитники пытаются разворачиваться. То есть вам нужна палка, палка. Не-не-не, да, во-первых, вам нужна палка, палка. Во-вторых, давайте. Первое, вы должны для себя сформулировать желание, которое… что вы хотите, что вы хотите от Вселенной. Прежде чем делать обряд, нужно отправить пожелание в космос. Запрос. Запрос в Вселенную. Запрос в Вселенную. Отправили. Хорошо. Дальше. Это должен быть не очень… Марафон желаний у Андрея Каняева. Не очень много, не очень много желаний. Выберите одно, ну, в лучшем случае, три. И, соответственно, количество палок соответствует количеству желаний. Дальше начинаются сложности. Как было устроено у астралийцев? Давайте, коротко расскажу исследование, прежде чем поделиться знаниями. Нашли пещеру. В ней, судя по всему, люди находились… Хорошая пещера – вещь такая. На дороге не валяется, будем честны, чтобы доступ был хороший и всё было внутри нормально. Поэтому обычно пещеры заселялись, потом люди могли уходить, возвращаться. И у тебя получалось, что в пещерах жили много-много-много поколений в разное время. И вот в этой пещере жили 23 тысячи лет назад люди туда заходили ещё. Я правильно помню? Она небольшая. Да, 23 тысячи лет назад. Она пришла 12 на 7 метров. Там, судя по всему, следов еды нет. Нет, то есть там люди не ели, да, люди не ели. Там люди, соответственно, творили колдовство. Туда, скорее всего, ходили шаманы. Что нашли? Нашли, значит, какие-то предметы. Предметы – это палочки обуглены, на них следы жира, ещё всякие разные неожиданные вещи, типа, например, кубик каловомбата, вот, среди прочего. Вот, какие-то там ещё косточки. Самая магическая вещь – это кубик каловомбата. Вот ещё и палки были немного обуглены. Их поизучали, действительно убедились, что это всё там человек сделал, там всё такое. И это как бы интересно, палки чем-то вымазаны. Но прикол состоит вот в чём. В том, что у австралийских аборигенов есть процедура, есть колдовство, которое это всё использует. Что она из себя призывает? Берёшь палку. Значит, первое – делаешь заговор, по сути, на охоту. То есть, ты хочешь, например, ну, не знаю, хочешь вомбата убить, не знаю, или чтобы приручить, не очень понятно. Берёшь палку. Дальше. Ты на палку лепишь что-то, что связано с вомбатом. Ну, как бы понятно, да? То есть, магия в прямом смысле из говна и палок. Вся магия из говна и палок, но есть нюанс. Палку нужно вымазать в жире. Животном можно человеческом. Часто используется и человеческий жир. Вот это единственный нюанс, который сейчас сложно добыть. Ну, как бы в фильме «Бойцовский клуб» я видел, что легко добыть, но как бы в реальности не очень легко. И вот ты берёшь палку, а дальше что ты делаешь? Ты её обугливаешь. А потом ты встаёшь и произносишь заклинание, кидаешь палку. Она втыкается, и пока она летит, ты должен проговорить заклинание, она упадет, как бы воткнётся всё. То есть, как в современном мире. Берёшь палку, привязываешь к ней 100-долларовую банкноту, вымазанную в человеческом жире. В человеческом жире, ты же сказал, трудно найти. Ну, ты хочешь, чтобы магия сработала. Поджигаешь её и кидаешь. И вот в этот момент надо произнести заклинание. То есть, ты просто жжёшь, короче, бабки на палке. Я не сказал вслух заклинание, потому что я его не знаю. Могу догадываться, но не знаю. А аборигены знают. И поэтому, если ты знаешь, её там втыкается, и вот, как бы пользуйтесь. 500 поколений пользовалось, и никто не жаловался. Подожди, пещера нужна? Пещера нужна, да. Даже без пещеры сложно. Согласен. Очень легко получить визу в Австралию. А не в каждой пещере можно воткнуть палку? Не в каждой. В Австралии очень легко получить визу. Можно дистанционно, онлайн оформить. Главное, не указывайте, что вы едете туда колдовать в пещере. И всё. Почему? Надо писать просто туристические цели. Может, это такой колдовской туризм. Отлично, всё. Много новостей о том, что депривация сна – это не очень хорошо, Дима. Дима, если что, хрюкнул сквозь сон, вы просто не слышите. А спит он не потому, что он типа… Ленивый. Ленивый. А просто у него депривация. Так вот, короче, выяснилось, что долгий сон негативно сказался на когнитивных функциях. Давай. Мало сказать плохо, много сказать плохо. Мы говорим про прививки, и нам люди пишут – это обман. Вы обманываете. Да. Они не верят в науку. Да, в науку. Я не верю этим учёным. Это обман. Это вот какой-то заказ чей-то, я не знаю. Возможно, это подушки. Возможно, что-то ещё. В смысле нам. Я не понимаю. Пока… Давайте так. Я не могу указать выгодоприобретателю этой новости. Пока. То есть, унитазопроизводителям у тебя всё нормально получилось. Но они есть, и я уверен, что это заказ. Тот факт… Вот давайте. В чём новость? Вы только послушайте. Только послушайте, о чём говорят нам учёные. Британские, кстати, нет? Британские. Это британские учёные. Англичанка гадит. Вот. Исследуем людей. Смотрим на корреляцию между следующими факторами. Известно, что депривация сна действительно у тебя во сне мозг отдыхает. И у нас было, что в том числе с нейродегенеративными заболеваниями регулярная депривация связана. Это хорошо. Смотрим на когнитивные способности пожилых людей. Насколько хорошо они справляются с когнитивными задачами. Это там обычно набор стандартизированных тестов на быстрое запоминание. Не то, что тебе говорят, что это столица Канады, а ты вот просто тебе какие-то слова говорят, потом ты их вспоминаешь. Вот. Значит, когнитивные тесты люди проходят и смотрят. Как связаны когнитивные тесты с чем? С тем, сколько они спят. К какому типу они относятся? Ну, адекваты. Или вот эти, которые врань непонятно просыпаются. Или, наоборот, в два часа дня. Вот эти две неадекватные группы. Или вот нормальные люди такие встали, пошли на работу. Хорошие люди. Ну, то есть, это называется средний фенотип. Всем понятно, что жаворонки и совы – это спектр. И вот мы берем центральную часть спектра и говорим вот здесь. Ну, и употребление алкоголя регулярно или нерегулярно. Сигареты и прочего, прочего, прочего. Разумеется, тут новостей никаких. Если вы много употребляете алкоголя регулярно, то у вас с когнитивными функциями чуть похуже. Чуть. Чуть похуже, да, бывает. Бывает. Ну, иногда. Очень малого количества людей, конечно же. Выясняется, что и хронотип влияет. Хронотип – это то, как вы спите. Чего, как вы спите. Если вы вот из этих, которые либо в раннем проснутся, либо попозже, в среднем вы показываете хуже результаты на вот этих. Чего ты сейчас сказал? Подожди еще раз. Если вы рано просыпаетесь или… Или, наоборот, очень поздно. А, ну то есть, пики. По краям спектра вы типа хуже показываете результаты по когнитивным функциям. И выяснилось, что удивительно, что кто много спит, тоже показывает плохие результаты по когнитивным функциям. Вот это та часть, вы видите, да, что… Почему я говорю, что это новый заказ? Потому что до этого момента все по науке. Все. Мало спишь – плохо. Много спишь – отдыхаешь. То, что ты рано просыпаешься – да, наверное, это, видно, связано с каким-то циклом. Но много спишь, понимаешь? То есть, как бы, людям говорят, нельзя много спать, нужно мало спать. А остальное время тратьте на работу или на контент, понимаешь? Здесь есть какой-то заговор. Ну сразу контент, а на работу. Есть какой-то заговор. Поэтому вот, друзья, такая новость. Верите или нет ей, вы выбираете сами. Я лишь скажу, что я считаю, что долгий сон – это чудо. И не планирую, пусть мои когнитивные функции снижаются, планирую спать долго. Андрей, а ты много спал в отпуске? Да. Посидение винограда от жары углядели в генах суккулентов. Сейчас будет про эволюцию семейства виноградовых. На самом деле, не очень много будет про эволюцию семейства виноградовых, потому что у нас есть замечательная история. Люди любят пить вино. Вино делают из винограда. Чувствуете, да? У нас образовательная передача. Ух, база за базой выдаешь. Вот, вино делают из винограда. Глобальная изменяя климата – это плохо для винограда. Следовательно, плохо для вина. Собственно, возникает вопрос, что делать, как жить дальше. Потому что даже в будущем, если… Вы смотрели «Водный мир», помните, там они не пили практически. Я не помню, чтобы у них там было вино. Ну, у них там битва за воду была. За воду, слабаки. Если бы они пили вино, у них бы все было хорошо постоянно. Зачем вам хлеб, да? Вот. Здесь история… Вот ты зря, кстати, смеешься-то. По одной из версий, вино-то так и появилось. Оно же, типа, не пропадает. Ты, как бы оно… Что вино? Ну, ты сделал вино. Так. Сделал вино. В нем есть какие-то полезные вещества, типа витамины и прочее. И если тебе надо куда-то шпехать, шпехать, вот. Ты помидоры не сохранишь до середины зимы, а винишка – нормально. Я почти верю, что это придумали. Алканавты какие-то говорят. Вино – это на самом деле у нас… Нет, все, что не вода, еда, как известно. Да, просто я к тому, что, типа, известно же, да, что, типа, курдюк красного вина, как нас учат 500 поколений вот этих вот австралийских аборигенов, да, продлевает жизнь, вот, в день. Вот. В день. В день продлевает жизнь на день, знаешь, примерно так. Вот. Короче, и мы хотим понять… И выясняется, что мы довольно мало знаем про виноград. То есть у вас есть огромное количество видов винограда, люди прекрасно занимаются селекцией, но если задать вопрос, как именно происходила эволюция винограда, в смысле, что это такой, типа, плохо изученный вопрос. Виноград всегда был. Всегда был, есть. Вино всегда пили, все. Вот. Что сделали исследователи? Они сделали большую, на самом деле, карту развития винограда. Да? Это из родов, как они тут называются, сифастема и сисус. Семейство виноградов. То есть это не все винограды. То есть они построили такое дерево, какая идея? Идея, что появилось растение, оно появилось там сколько-то тысяч лет назад, где там… Дальше оно начало распространять… Возраст семейства… Спасибо, 23 миллиона лет назад. Сколько тысяч? Да. Когнитивные способности от долгого сна. Вот. Ну что? Они появились, стали распространяться. Это как раз от ленишка. А дальше менялся климат, вот. И они к климату приспосабливались. Вот очень простая идея. Приспособление к климату означает, что образуется, ну как-то меняется генотип. Это можно проследить, какие меняются вещи. Ты строишь дерево вот так вот. Вот. И забавно, что оказалось, что приспособление к засухе за него ответственны гены суккулентов. Это растения, которые способны… Ну, они так называются. Это не то, что гены перепрыгнули с суккулентов на виноград и спасли его десантом. Десант генов. Нет, не было так. Высадка, да. А я думала, они это спасли, женились там. Вежливые гены. Вежливые гены высадились в винограде. Вежливые гены очень плохо звучат. Ничего такого не было. Да. Вот. У тебя просто… Они развились, и они приводят к тому, что у тебя растение запасает… Воду. Воду в стеблях и листях. И это тот вид винограда, который уже не лоза, больше похож на кустарник, знаешь. И у тебя появилась такая вещь. Ты знаешь теперь гены, которые за это ответственны. У тебя есть дерево вот этого развития винограда. Что с этим делать, еще пока непонятно. Потому что в будущем, если ты хочешь приспосабливать виноград к изменению климата, тебе нужно будет что-то придумывать. Но, по крайней мере, первый шаг к спасению винишка сделан. Кстати, посмотрите, ну или полюбопытствуйте, как происходит вот эта вот история, когда у людей виноградник, как они за ним ухаживают. Потому что там есть время, типа, оставить его в покое, есть время там тут надрезать, там надрезать. Очень интересно вообще-то. Правда. Иногда его надо оставить в покое. У него просто такие дни у винограда. Абсолютно. Там тишина и покой, и одиночество. Музыку. Вот. Ну, опять же, да. И, кстати, летучие мыши, если живут рядом с виноградником, они очень помогают. Ну, насекомых жрут. А я думал, то, значит, собирают, таскают эти. Нет, они потом прилетают, садятся, переворачиваются и наблюдают просто. Хорошо. Ну, когда будет винишко, знаешь, тоже. Давай. Значит, это хорошая новость. Тут никто никому ничего не ломал, не отрезал. Ну, просто немножко ураган случился. Новость про дружбу. Да. Вот. Значит, речь идет про макак с острова Кайо-Сантьяго. Они, короче, эти макаки стали толерантнее друг другу после урагана. Вот. Ну, то есть, там произошло, значит, стихийное бедствие. Вот. И они стали друг другу помогать. И пускать друг друга под деревья прятаться. Не совсем. Не совсем. А точнее, совсем не. Они подружились. У них наладились отношения. Они... Ключевое, ключевое, что изменился, профиль социального взаимодействия. То, что они там вместе сидят под теньком, это, типа, как, знаешь, как вот засуха, и там животные приходят к водопою, и там никто ни на кого не нападает. Только шархан нападает. Вот. Значит, в чем состоит история. Остов небольшой. Какая-то у них там площадь смешная, чуть ли не два километра. А, ну, прости. Два. Ноль... Ноль целых четырнадцать сотых. Четырнадцать сотых квадратных километров. Там тысяча тысяч макак живет. И произошел... Остров макак. Произошел ураган, который снес большое количество деревьев, и как бы макаки остались без деревьев. А макаки под деревьями прячутся во время жары. Значит... Все, кто пережил эту жуткую жару, которая сейчас была, все-таки, да... Понимаю, понимаю. Деревья, жара. Макаки. Вот. Мы прятались. Значит, в чем состоит история с социальным взаимодействием макак? Обычно, когда у тебя животные, у которых есть какие-то социальные взаимодействия, оказываются в более стесненных обстоятельствах, уровень агрессии внутри вида вырастает. То есть, во многом, там, например, какие-нибудь голые землякопы, они же, типа, жутко агрессивные. Ну, они и по отношению друг к другу, и по отношению вообще ко всему. Внутри ты вот... Мерзкие существа. Вы в узких проходах, куча людей, ну, куча твоих сородичей, все друг другу мешаете. Разумеется, ты постоянно на нервиках. Вот. То есть, ты еще страшненький такой с этими вот зубами. Ожидается, что с макаками будет так же, так как количество тени уменьшилось, либо макаки должны, ну, умирать от жары, либо, типа, какой-то у них внутри должен начаться стресс. Оказалось, нет. Оказалось, нет. Нет. Макаки не такие. Макаки не такие. Изменился профиль социального взаимодействия. Что делали? Ученые наблюдали за макаками, смотрели. Они смотрели такой прикольный показатель, как, ну, у макаки есть ее личное пространство. И макака кого-нибудь, кого попало в личное пространство не пускает. Молодец. Вот. То есть, макака защищает свое личное пространство. Если ты нарушаешь личное пространство, то она очень четко расставляет границы и может тебе, ну, глаз выковырить, если ты вдруг нарушишь личное пространство. Потому что, в отличие от людей, да, макаки не истерят, а сразу переходят к действиям. Вот. И вот они все эти макаки, прошедшие психолога с этими своими выстроенными границами, сталкиваются с ситуацией, где вот приходится эти границы нарушать. И оказалось, что макаки способны эти границы уменьшать. То есть, ты такой, типа, раньше твои границы, условно, проходили здесь. А ты такой думаешь, ну, ладно. В целом, ради общего блага, пусть они проходят вот здесь. Для этого ты наблюдаешь за макаками и смотришь на уровень агрессии, который зависит от того, как часто рядом с макакой находится другая макака. И выясняется, что макаки, типа, более толерантны. Тут слово такое, понимаете, заряженное. Здесь, имеется в виду, терпят кого-то рядом с собой, в своих личных границах. Вот так это сформулируем. Хотя нет, что-то же самое примерно. Вот. И вот, соответственно, выяснилось, что вот это так. И действительно, когда тени, они все более кучкуются, потому что деревьев стал меньше. Но важно, что и днем, с утра, точнее вечером, когда жары нет, вот этот вот показатель социального расстояния, вот эта вот дистанция, не меняется. То есть они по-прежнему кучкуются. И более того, следили за выживаемостью обезьян, да, жизнь у обезьян довольно тяжелая, вот, что вот те обезьяны, которые вот, у которых личные, они чуть-чуть вот подздали со своими личными границами, может, твиттер удалили, не знаю. Ну, перестали к психологу ходить. Да нет, просто писать перестали. А, соцсети удалили, да, к психологу не перестали ходить. У них, у них, у них, они ближе к себе подпускают людей и дальше живут. Людей. Макак они подпускают ближе к себе. Вот такая вот замечательная новость. Всё, блиц. Всё, блиц. Блиц. Давайте, блиц. Ох, вот это, кстати, ещё одна, ну ладно, не то чтобы фобия, но плохая новость вообще-то. Ночные кошмары связались со значительно повышенным риском развития деменции. Конечно. Потому что если тебе снится ночные кошмары, к тебе всё-таки пришёл Фредди Крюгер, у тебя два варианта. Либо у тебя деменция, либо он тебя убьёт. Вот, в два и два раза увеличивает вероятность развития деменции. Скорее всего, у этих вещей корреляция связана с некими… Ну, как бы кошмары не являются причиной развития деменции, а, возможно, мы спекулируем с сопутствующим симптомом. Дальше. Да, а мне снятся кошмары, между прочим. Мне не снятся кошмары. А мне снятся. Я сплю как… Долго и с удовольствием. Долго и с удовольствием. Зонд Кассини увидел рябь на морях Титана. Удивительно, что на Титане в основном метан и этан. Метан и этан. Да, выходит на поверхность жидкости. Да, моря Титана состоят из этана и метана. Вот, и, соответственно, там есть реки и озера. И вот удалось по данным Кассини увидеть рябь. То есть там еще и волны есть. Вот такая вот замечательная история. Глиняная табличка из Алалаха поведала о крупной покупке мебели. Признаюсь, читая это, я ожидал увидеть там большое количество диванов, но там в основном столы и стулья. И кея там. Да, в целом я согласен, что в 15 веке, может быть, это и был повод для гордости, чтобы прям записать. Но вот, не знаю, сейчас бы, по сути, выглядит как чек. На самом деле вот у тебя получается 4 на 2, 3 на 5 и 1 на 6 сантиметра, 28 грамм, такая глиняная табличка, это чек. Типа, че я купил? Стулья сколько-то там, это, это. Класс. Китайцы попробовали остатки 200, нет, 2300-летнего алкогольного напитка. И мне кажется, Воронцов прекрасно прокомментировал это, Николай Воронцов, который нам собирает... Наполню, как он прокомментировал. Однажды китайцы что-то не попробовали, у них отвалилась жопа. У меня был другой заход, другой заход. Каждый, вот знаешь, есть, когда ты делаешь крафтовое пиво, крафтовое пиво, главное... По выходным делу обычно. Главная опасность любого человека, кто в своей жизни сделал крафтовое пиво, или делал домашний сидр, или вообще любой домашний алкогольный напиток, что ты случайно, случайно не сделал слабительное. Потому что в 60-70 случаях у тебя получится вещь, которую ты выпиваешь, такой, класс, градус вдарил, а ты, соответственно, пошел переживать алкогольное опьянение в туалет. Вот, поэтому главный вопрос, значит, что они... Они действительно достали там как-то прозрачную жидкость, они изучили, судя по всему, это было точно сливовое вино 2300 лет назад. Они отпили этой жидкостью, она, типа, имеет металлический привкус, но ответ в новости на главный вопрос я так и не нашел. Продристались ли они? Давай дальше. Второй берлинский пациент вылечился от ВИЧ-инфекции. Да, второй берлинский пациент, это был первый берлинский пациент, это человек, у которого... Его главное отличие, что у него есть рецепторы к ВИЧ, которые мутантные, так и есть немутантные. Но при этом наличие вот этих мутантных привело к тому, что в его крови вирус больше не детектируется. То есть он формально считается излечившим. Таких людей всего несколько штук. Знаешь, следующая новость из серии, типа, всю жизнь нам говорили, что, ну не всю жизнь, ладно, все говорят, вот это вредно, а люди говорят, в смысле, а почему, это не доказано. Я просто, ну правда, употребление канальбиса во время беременности повысило риск осложнений. Ну блин. Как будто да, но понимаешь, у тебя есть такая история, что когда его везде легализуют, складывается впечатление, что типа... Его можно всем и всегда. Да, он безвредный. Это как традиционно у людей, когда у них относительно чего-нибудь, оптимизм появляется, они обычно в целом закрывают глаза на потенциальные недостатки. Этот оптимизм может быть относительно кокаина, как лекарство от головной боли в начале, в конце 19 века. Или от радиа, например, очень же красиво, что у тебя будут часы светиться радием. Действительно. А вообще радие можно внутрь понимать. Или, например, если у тебя в средние века была непроходимость кишечника, что это означает, ну какая-то непонятно, да, непроходит кишечник, тебе могли ложечку ртути налить, чтобы ты съел, и она так... Ну а как? Она же пройдет, пропихнет. Поэтому как бы... А потом выясняется, что в целом, а я вам даже скажу, что за лоботомию Нобелевскую премию дали, да, а потом выяснилось, что ну так, наверное, не надо ее всем подряд делать. Действительно. Поэтому вот смотрите, вот действительно риск осложнений, там целый спектр, перечислять я их не буду, но вот имейте в виду, что когда появляется какая-то вещь, которая суперполезная и совершенно безвредная, это, скорее всего, вранье. Особенно если это, ну, курение. Курение, все-таки курение. Тарам-пам-пам.